Девушки отдыхают 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слушаю. Да, он здесь. Хорошо. Олег, к тебе. Да? А что случилось? Мы же договорились. Хорошо, там же. Ты что, уходишь? Да. Дела. Жаль. Я думала, посидим нормально. Одни. Мы можем с тобой когда-нибудь поговорить не о делах? Размечталась. Ох, как остроумно. Милая тёщенька, не о делах в этом доме у меня есть желание говорить только с одним человеком. С твоей падчерицей. Ты запомни это. Пока. Ушел. 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 Ушел... Ушел. Ушел. Если. Ушел. 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 КОНЕЦ 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 Ну, хорошо. Если на ход совете Пимен тебя спросит, ты заступись, но сам не лезь. Да. А заказы есть? А ты успеешь, нет? Ну, позвони Олегу, он сбегает. Да. Ну, хорошо. Всё, целую, да. Люд, ты надолго? Не знаю. Ну, а когда ты вернёшься? Не знаю. Ну, отсюда что сказать? Куда ты ушла? На свидание, конечно. А в доме нет ни картошины. Так сходи в театр, там буфет хороший. Я тебя удивляюсь. Молодая красивая женщина. С кем ты связалась, а? Не таскалась бы ты с этим халуём? Ещё какие-нибудь советы будут? Будут. Передай своему Олегу, чтобы он сегодня нам позвонил. Отцу надо делать зубы. Да и так. Нужен он нам по мелочам. Так что время свиданки придётся сократить. Хорошо. Мы постараемся. Постарайтесь. Умница. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Включи печку 20 минут на ветру Извини, важные дела были А у тебя всегда дела Дайте Тех нет Я прошу тебя Что с тобой? Я прошу тебя, очень Они на дачу Поедем? Не могу у меня встреча сегодня вечером Хочешь со мной? Поедем на дачу Что ты дергаешься? Что случилось? Я не могу больше с ней жить Давай снимем комнату в городе Для нас Что? Ничего Отцу позвони Ему надо Зубы делать Машину чинить Обои достать Рубашки постирать А мачеха Лично Просила Поедем На дачу На дачу На дачу Рядом Там ничего нет Вокруг походим? Да Чего там полет? Там стрельбище Не, исключено, товарищ полковник Я проверял Паспорт, деньги Еще какие документы? Все при нем Семья какая? Сейчас послаю Узнаю Сейчас здесь рядом На работу сообщили? Да, сообщили Все То есть как на работу? Суббота же Ну так раз ищи директора Поезжай Этот институт на набережной мойке поможет Ну, вахтер должен же сидеть Ну, поезжай Я здесь еще побуду Хорошо О чем ты думаешь? Эй О чем ты думаешь? О тебе Что ты говоришь? С чего бы это вдруг? Для тебя же женщина это так Мусор Что-нибудь случилось, милый? Глупая ты Если он там есть, он очень правильно сделал Что нас с тобой свел Среди этого болота ты единственная Чокнутая, дурная Останемся Не надо никуда ехать Надо Знаешь, бывает такое непрерывное производство Когда нельзя останавливать процесс Иначе все рухнет Надо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Письма с вами Нету писем На даче они То есть, как на даче? А вот так Получите после окончательного расчета Да не дергайтесь вы, Георгий Степанович Все будет чудненько Оставьте вы свое чудненькое Рожкин ученый, настоящий Он раскопает эту циркуху в два счета Даст Бог, не раскопает Кстати, о гонораре Работа оказалась сложнее, чем я предполагал Надо будет увеличить Я вам отдаю все, что у меня есть А книжечки? Что книжечки? Они для вас не имеют никакой ценности Вы их можете сдать, как макулатуру на вес За Пикуля Пикуля Хороший писатель Поехали Олег 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 А этот ваш Постников, он не любил шутить? Нет? Что вы имеете в виду? Ну как, люди и 200 лет назад разыгрывали друг друга. Как у них на этот счет там с Демидовым было? Олег, времени мало. У нас впереди вечность, Деоргий Степанович. Давайте веревку. Ладно. Осторожно. Олег! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я могу к вам прийти... С утра, к девяти часам... Это очень важно, я вам потом объясню... Ну, спасибо большое... Еще раз, ради Бога, извините за поздний звонок... Извините... До свидания... Галина Анатольевна, вы уж извините, на что мы вас опять беспокоим... Но просто... Такие обстоятельства... Я понимаю, понимаю... Скажите, Галина Анатольевна, у вас были добрые отношения с мужем? Да... Вы знали его там друзей, приятелей? Коля не было приятелей... Он и слова этого не любил... Были друзья... Правда, мало... Ну, знакомые... В последнее время вы... Ничего не замечали? Он вам, так сказать, ничего не говорил? Какие-нибудь там неприятности? Коля не любил делиться неприятностями... Когда радовался, посвящал охотно... Коля вообще был человеком замкнутым... Древние рукописи не располагают... К широкому общению... Ну, а его коллеги... Вы знали кого-нибудь из них? Нет, знакома не была... Слышала от мужа... Флорентьев... Озеров... Седов... У вас есть их телефоны? Нет... Вот единственное, что пропало... В тот день Колина записная книжка... Вы сказали об этом следователю? Нет... Я спохватилась только вечером... Думала, в скорой обронили... Или в морге... Товарищ полковник... Сейчас, сейчас... Галина Анатольевна, а... Где работают эти люди? В институте мужа? Нет, там только Озеров... Флорентьев, Седов не знаю... Да и Озеров... Коля его не слишком жаловала... А что так? Не знаю... Не знаю... Вас подвезти? Нет, благодарю вас... Спасибо вам большое... До свидания... До свидания... Ну, чего там? Корнилов... Так... Ну, а я тут при чем? В училище с отличием заканчивал... Вот и валяй по учебнику... Что сначала, что потом... Пистолет? Куда ехать? Ладно, ты все это Коле сначала объясни... Новый святой... В эпоху идолов... Да это монумент скульптура... Здесь когда-то были их... Мастерские... А Рагулина забыли... Что вы, Игорь Васильевич... Рагулин уже лет десять, как не играть... Понятно... Его тут на вечное хранение и оставили... Иванов Иван Иванович... Да... Лип, конечно... Без документов и с Вальтером в кармане... Музыкальная арифметика... Но не за этим же гипсовым парнем он сюда полез... Ключи от машины... Машины рядом... Светлые Жигули... А залезали с той стороны... Не один? По следам двое... Так, фотографию увеличить... В УГАИ... Узнать, кто под этим номером значится... Пистолет на экспертизу... Пусть эксперты... НТО пошарят в церковь... За каким... Кладом... Он сюда с неба свалился... Ясно? Ясно... 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 Его застрелили... Господи... У него тоже что... У кого застрели... Николая Михайловича... Какого? У Рожкина... Когда? У субботу... Там... Недалеко от дома... В Сосновке... В парке... У Рожкина... У Рожкина... О, господи, такой человек был замечательный. Да не дергайтесь, все будет чудненько. Да оставьте вы свое чудненькое. Рожкин ученый, настоящий. Он раскопает эту церквуху в два счета. Да с Бог не раскопает. Да с Бог не раскопает. Да с Бог не раскопает. Корнилов. Игорь Васильевич, Бугаев докладывает. Так. Ну говори. Пистолет-то из церкви, с биографией оказался. Рожкина из него убили. Вот ведь как сошлось. Сейчас буду. Вот здесь смотрите. Технические характеристики. Сто семьдесят три метра. А скажите в продаже... Зенис Клеменцевич. Спасибо. Минутку. Слушаю вас. Вы не забыли про мою прозву? Не совсем то, но отзывы отличные. Панасоник восемьдесят пятого года. Мне очень дорого. Прекрасно. Меня это очень струнет. Спасибо вам. Денис Клеменчич. Да. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас последние числа вы сказали в конце месяца. К сожалению, ничем не могу помочь. Я вам позвоню. Обязательно. Спасибо. Денис Клеменчич, можно вас на минуточку? Скажите, батарейки к этой штуке у вас имеются? Никогда. Да. А, сами микрокалькуляторы. Кассио Мелоди, сейчас импорт не принимаем. Летом сдавал один раз на комиссию. Сразу три штуки. Да? А кто их купил, не помните? На такие вопросы. Жанна. Прошу. Вот этого я знаю. Так, этот человек купил три калькулятора. Да. Как его звали? Олежек. А фамилия? Не знаю, я у покупателей фамилии не спрашиваю. Но и имя-то спросили? Нет. Он как-то привел знакомого. И тот называл его Олежек. У вас прекрасная память. Это профессиональная. А что за знакомый? Ну, серьезный человек. Правда, купил какую-то мелочь. Кажется, бинокль. Вопрос на засыпку, Денис Кременчич. Как звали этого серьезного человека? Аристарх Антонович. Браво. Ну, странные имена всегда запоминаются. А фамилия тоже странная? Нет, нормальная, как и у меня. Платонов. Значит, ни с кем из этих людей Аристарх Антонович, вам встречаться не приходилось? Нет, ни с кем и никогда. Да, ну, позвольте, я еще раз взгляну. Дабы избежать ошибки. Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Нет. Ну, вот эти фотографии. Эти мужчины, единственное, что и привело. Меня к вам. Простите за беспокойство. Аристарх Антонович. Да, Игорь Васильевич, простите, пожалуйста. Я хотел спросить вас. Оксаночка, занимайся. А, почему вы пришли именно ко мне? Почему вы решили, что я должен знать кого-то из этих людей? Эти люди подозреваются в спекуляции произведениями искусства. Вы же коллекционер. Естественно, могли с кем-то из них встречаться. Случайно. Кто же додумался вас прислать ко мне? Ну, Аристарх Антонович, мы же встречаемся со многими коллекционерами. Ну, вероятно, кто-то из них и рекомендовал зайти к вам. Всего доброго. Я вас провожу. Люда, Солодовникова! Георгий Степанович? Здравствуйте, Люда. Люда, мне надо с вами поговорить. Давайте сядем в машину. Так тихо, я думала, тебя забрали. Оксаночка, занимайся, детка. Занимайся. Занимайся, Оксаночка. Олега не вернуть. Надо думать о живых. О вас, об отце. Олег хранил на даче картины, старинные рукописи. Книги. И вы прекрасно понимаете, что далеко не все это приобретено законным способом. Зачем вы мне все это говорите? Да потому что дача принадлежит вам и вашему отцу. И вам придется объяснять, каким образом все это оказалось в вашем доме. Что вы от меня хотите? Извините. У вас есть ключи от дачи? Дайте мне их. А зачем они вам? Я сейчас поеду на дачу, возьму все самое ценное и потом передам вам. Там ничего моего нет, мне ничего не нужно. Вы не говорите сейчас, здесь, в таком состоянии. Важно, чтобы вы потом не пожалели. И еще, Людочка. Кто бы вас о чем не спрашивал, ключ вы потеряли. Меня не видели и вообще ничего никому не давали. Понятно? Я могу идти. Ну, разумеется. Он мертв. Я вас никогда не обманул. Картинки ваши будут в полном порядке. Все эти шарики, кубики. Ну, побойтесь Бога, Олег. Это же Малевич и Кандинский. Ну, не испытывай я трепет, как ни заглянайте. Я кайф ловлю от передвижников, они мне ближе. Хотя нынче не в цене. Вот ключ. Грузите в ваш Вольво эти картинки и жмите ко мне на дачу, мастера я туда привезу. Да? Но мне бы очень хотелось самому с ним. Ну, если очень хотелось, сами его ищите и договаривайтесь. Гриша! Пройдешь заказ? Вот по этому адресу. Подожди. Четвертной. Дай ему, чтобы он больше сегодня не пел. Вообще потише я устал. Ну, хорошо. Я вам верю. Вот и чудненько для нити бабки. Как? Прямо сейчас? Я думал, что... Ничего вы не думали. Правила мои вы знаете. Тариф тоже. Здесь все сосчитано. Вот и чудненько. Вот и чудненько. Допивайте коньяк. Вы его уже оплатили. До свидания. Счастливо. Антонович! Забыли, мастер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Если позвонят, ко мне приехал старый друг. Я у него в гостинице. А тете Леле тоже самое сказать? Да, и тете Леле тоже. А она не поверит. А это не твое дело. Ты куда-то собралась? Собралась. Никуда не уходи, никому не открывай. Классно, кое-как Синь. Классно! Классно! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...